Перед этим матчем обе команды не потеряли ни одного очка. Правда, Северсталь провела всего одну игру, а Торпеда уже три. Встреча получилась очень упорной. В первой половине игры командам удалось забить только имея численное преимущество над соперником. На 12-й мультиматч Алексей Кознев поразил цель, когда у нижегородцев было на два игрока меньше. А в середине второго периода ударное звено Торпеды не менее четко разыграло лишнего. После этого череповчане с трудом отбились в обороне. Руслан Нургинов забил, как оказалось, переломный гол. Здорово начали, забили гол, но, вы знаете, второй период мы немножко опасались, так оно, видно, и получилось. Мы немножко просели и были в большинстве много, играли, но не могли забить. Соперник здорово играл, он добавил, но, как сказал коллега, в общем-то, нас выручил последний гол, как бы гол в раздевалку, вот это на последних минутах. Развязка наступила в третьем периоде, в котором Северсталь сумела четыре раза поразить ворота соперников. Сначала отличился Геннадий Столяров. После этого гости на полторы минуты получили перевес в двух хоккеистов. Но Череповщане выстояли, а вышедший со скамейки штрафников Евгений Никетов мастерски реализовал свой шанс. Затем блистательную контратаку завершил Руслан Нурдинов, оформив голевой дубль. 5-1. Торпедовцы к их чести продолжали сражаться. Они сумели один гол отыграть, а за пять минут до конца матча заменили вратаря шестым полевым игроком. Однако и здесь череповщане смогли поймать соперника на контратаке, и Максим Турнев забил свой заслуженный гол. Очень приятно, что удалось забить, набрать очки. Спасибо большое партнерам, которые помогли мне это сделать. В принципе, я думаю, что мы больше этого хотели, поэтому мы выиграли. Все получалось. Самое главное, команда была дружная, и у нас все получилось. Итоговый счет 6-2 в пользу череповчан. Это вторая победа Северстали в чемпионате в двух матчах. Далее череповецкой команде предстоит затяжное выездное турне. Начнется оно 22 сентября матчем в Омске против Авангарда.